Новенькие пластиковые окна, утепленный вентилируемый фасад. Четырехэтажный лечебный корпус так называемой Красной больницы, официально филиала номер один Щелковской областной больницы, на улице Краснознаменской, сегодня выглядит стильно и современно, хотя построен 35 лет назад. Здесь завершается капитальный ремонт. Проверить ход работ приехал депутат Мособлдумы Владимир Шапкин. Важнейший для округа социальный объект на контроле у депутата неспроста. Работы ведутся в рамках госпрограммы здравоохранения Подмосковья, из областного бюджета выделены немалые деньги. А вот результата пришлось ждать достаточно долго. Ремонт начался летом 2020 года, к концу того же года должен был и закончиться, но подвел подрядчик. Основные недостатки были выявлены на инженерных сетях, а бесперебойная работа систем вентиляции, водоснабжения, отопления, пожарной сигнализации, основа комфортного пребывания в здании пациентов и врачей. Были мелкие замечания и по строительным работам. Был подготовлен достаточно большой список недостатков. И сегодня все вопросы по претензиям удовлетворены. И подрядчик завершает устранение имеющихся на конец ремонта капитального замечаний. И сегодня как раз, будем так говорить, контрольный осмотр. Сдача лечебного корпуса в эксплуатацию задержалась на год. Но теперь можно уверенно говорить, что не только снаружи, но и внутри он соответствует всем актуальным требованиям. В том числе выполнены и уникальные виды работ. Проведена работа по автономной вентиляции реанимации, то бишь она не связана с общей системой вентиляции, и автономная система вентиляции в лаборатории КДЛ. У нас находится все это на первом этаже. То бишь мы отсекли от основной вентиляции и сделали автономную. Вот это то, что новое. В реанимации, значит, то же самое. По новой технологии смонтируют катные двери, которые были изначально необходимы. Это все смонтировано. В общем, по требованиям наших врачей, мы это все обозначили подрядчику, он это все выполняет. После ремонта лечебный корпус вернет себе неврологический и кардиологический профиль. На первом этаже все оборудовано под реанимационное отделение и клинико-диагностическую лабораторию. На втором и третьем разместится неврология, сосудистая и общая. Четвертый этаж полностью займет кардиологическое отделение. Для всех помещений уже закупили и смонтировали мебель. Шкафы и столы отечественного производства, город Нижний Новгород. А вот, например, матрасы для функциональных кроватей, импортного чешского. Владимиру Шапкину качество нового оснащения понравилось. Сделано на совесть. Медицинское оборудование также закуплено, но хранится отдельно. Персонал больницы уже начинает потихоньку наводить в помещениях порядок, поскольку до передачи здания медикам остались считанные дни. Дальше уже они будут решать, когда начинать прием пациентов. Ориентировочно подрядчик планирует до 1 февраля завершить устранение всех недостатков. Мы этот процесс проконтролируем до его полного завершения, после 1 февраля. Обязательно посетим, посмотрим. А дальше уже наши медики определят сроки начала работы вот этих подразделений, которые здесь должны размещаться. Прием пациентов уже. Да, прием пациентов. Это уже отдельный, так сказать, график. Как отметил Владимир Шапкин, ремонт на этом не заканчивается. На этот год запланирована реконструкция старинного двухэтажного корпуса, бывшей кардиологии. После его завершения в больницу на Краснознаменской вернется и детское отделение. Следом на ремонт поставят административный корпус постройки конца 19 века. Программа капитального ремонта медицинских учреждений продолжается. И мы, как и планировали, до тех пор, пока все старые медицинские учреждения не будут приведены в порядок, эта программа закрываться не будет.